Алла Сигалова За процессом перевоплощения бедной Лизы наблюдала Елена Ворошилова. Нет, я пара-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Все нюансы бедной Лизы Алла Сигалова знает на зубок. Но одно дело поставить спектакль, другое — выйти в место Чулпана и на себе испытать собственную хореографию. Это только на первый взгляд кажется, что всё как прежде. Поскольку я всегда ставлю, жёстко учитывая индивидуальность, жёстко, то, естественно, мне платье Чулпан не подходит совсем. Поэтому, естественно, я его перекраиваю и перетягиваю, переблатываю. Сохранить бедную Лизу в репертуаре идеи Евгения Миронова. Вдруг театра «Наци» решил, что только Алла Сигалова на время заменит Чулпан, которая готовится стать мамой. Женя был в этом желании последователен. Он с первого же дня сказал, что это делай ты, и все. И он так эту ситуацию и дожал. Сигалова не прочь поменять амплуа и на время стать бедной Лизой. Андрею Меркурьеву принять новые правила игры сложнее. Хореограф и танцовщик хоть и пошли на сближение, но дистанция осталась. Это достаточно интимная вещь. Причем у нас все-таки отношения, ну как, какие у нас отношения? Теплые, доверительные. Сейчас увидела, он врет. Я не вру. Хореографический текст Сигалова не меняла, но образ бедной Лизы делает под себя и не скрывает этого. Меняю ракурс под свою собственную ситуацию, под свою физику, под свой возраст, под свой опыт. Многие сцены Меркурьев и Сигалова даже не трогали, боятся стугнуть вдохновение. И только на спектакле будет понятно, насколько точно удалось схватить настроение. Репетиция – это репетиция, а спектакль откроет всю суть и всего меня, и нас с обоих, наверное. Они больше доверяют чувствам, чем словам. Таково негласное правило сцены. Но есть какие-то важные вещи, которые мы не проговариваем с Андреем, потому что мы их знаем друг про друга. Какие именно, Андрей и Алла не говорят. Волнуются, понимают. Судьба бедной Лизы теперь во многом зависит от них. Елена Ворошилова, Владимир Полунин, Служба информации и телеканала Культура.